всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну а сегодня у нас как вы поняли из названия опять путешествие по звездам с модом который недавно я нашел в стиме собственно я очень благодарю создателя данного мода за шикарнейший такой вот шейдер который он добавил space engine кто не смотрел первую серию бегом смотреть но кто смотрел продолжаем вторую серию смотреть даже в рифму в общем сегодня мы рассмотрим я выделил для себя 6 известных звезд и посмотрим как вообще они выглядят теперь с этим а модом также может быть увидим какие-то планеты посмотрим видны ли эти шейдеры с планет собственно эта звезда процион я не помню 1 серия была она или нет но вроде бы нет вроде мы остановились на веге так мы видим большие выбросы плазмы на этой звезде давайте сейчас наверное даже ускорим чуть-чуть время чтобы увидеть их движение к сожалению стрима по space engine в тот день не получилось у меня просил интернет и как я обещал выйдет вторая серия смотрите большая звездная вспышка на этом пути если бы была бы планета какая-нибудь с жизнью конечно не на таком расстоянии а ну примерно как наверное взять солнце и землю то я думаю какие-нибудь последствия имели бы быть на планете земля это очень громадный выброс на самом деле очень большой выброс который звезда кажется как будто постоянно излучает так время немножко ускорено получается в минуту в секунду скорость просто большая очень большая этих выбросов так ну давайте найдем вторую звезду на которой мы с вами побываем я думаю можно слетать к примеру на арктур если он в поиске у нас ведется звезда арктур так ладно давайте попробуем звезду к примеру если найти какой-нибудь sirius я плен помню что когда по-русски раньше вводил в поиске все работало намного лучше ну собственно ладно звезда sirius давайте перелетим к ней все это находится в нашем на млечном пути она еще называется звезда большого пса либо она скорее всего в созвездии находится до большого пса так я попробую потихоньку к ней приблизиться ну я скажу здесь особо ничего примечательного то и не вижу давайте ускорим время лишь посмотрим она ее пульсацию можно еще наверное чуть чуть быстрее примерно так я скажу на этой звезде все спокойно она живет спокойной жизнью ничего впечатляющего по крайней мере я не увидел можно чуть-чуть замедлить давайте отправимся на поиски следующей звезды звезда которую я бы хотел бы посмотреть это наверное будет альдо баран звезда альдо баран оранжевый гигант двойная звездная система я хочу посмотреть на схему системы ох 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 посмотрите альдо баран а и альдо баран б а сколько подождите диаметр системы 1119 астрономических единиц оставляйте насколько это огромная звезда ох а вот здесь вот здесь шейдеры в принципе работают намного лучше кстати здесь есть планета горячий супер юпитер сейчас можно опуститься в принципе хотя бы в его первые слои так сказать атмосферы не совсем атмосфера его газовых облаков такое чувство если смотреть вот с этой стороны как будто звезда взорвалась и от нее расходится вот эти вот все различные газы так давайте попробуем сейчас как я говорил перелететь на планету а тельца горячий супер юпитер мне кажется шейдеры не только влияют на звезды а еще и на планеты качество и графика улучшилась по крайней мере я вот смотрю нижний слой облаков газовых прорисовка куда лучше давайте посмотрим ох отсюда бы был потрясающий вид так следующее в поиске у нас будет все таки я попробую найти наверное наш арктур я на русской раскладке попробую вести арктур и попробую перелететь нет не находит но скорее всего у него иное название так а если нам найти звезду ригель звезда ригель есть находится отлично перелетим голубой яркий сверх гигант я думаю что придется еще наверно третью часть по шейдерам делать посмотреть потому что если наблюдать в стиме скриншоты от самого разработчика там просто фантастические скрины сделано только я не знаю на каких звездах он это делал хотя бы указал бы ускорим время посмотрим на движение звезды можно даже чуть ближе так я зачем-то перелетел с нее так останемся здесь а теперь просто покрутимся вокруг может быть что-то и увидим но я так понимаю посмотрите вот эти тоже вот видите расходящиеся лучи это тоже какие-то вспышки вот они видны они видны да так давайте попробуем найти следующую звезду так звезда антарес стойте 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 вот она начинается начинается то есть то есть как я и говорил здесь бывают рандомно вспышки вы видели расходящиеся лучи до видели выброс массы коронарные видели эту плазму то есть со временем здесь происходит что-то давайте ускорим время может быть часом вновь что-то произойдет нет ничего нету ладно так красный яркий сверхгигант антарес очень маленькое движение очень маленькая так ну давайте попробуем знаете что сделать как говорится как я раньше говорил методом тыка нам нужна какая-нибудь белая звезда перелетим к объекту кстати здесь число планет на на этой звезде 6 звезда хип 82007 ускорим время может здесь что-то мы сейчас можем увидеть хочу посмотреть на браузер системы 5 планет три из них это газовые планеты горячая пустынная терра супер океаническая аквария и пустынная субаквария давайте прилетим может быть горячей пустынной терия замедлим время и отсюда хочу посмотреть на шейдеры будут ли они работать ну звезда просто знаете стала ярче ничего как бы такого сверх естественного впечатляющего я не вижу у желтый гигант звезда змеиносца а ух красота просто здорово смотрите смотрите как близко где расположены планеты расположены планеты то есть этот желтый гигант расширяется расширяется как бетельгейзер он пожирает просто поглощает все планетарные системы посмотрите видите и обратите внимание весь состав планет атмосферы тут уже точно давно нет улетает просто в открытый космос смотрите из-за солнечного ветра все просто суносит все луны раскалены обалдеть невероятно ух ты ух ты ух ты широкий просто взрыв плазмы просто громадный взрыв увидели как это быстро произошло офигеть обалдеть невероятно скорость очень большая представляете если бы этот всплеск произошел бы в сторону планеты земля с обычной планеты с обычной звезды солнца знаете что я сейчас сделаю смотрите я сейчас перелечу к этой планете ближайший нет здесь не видно такого выброса к сожалению но это было мега круто честно это было мега круто просто так ладно давайте попробуем посмотреть еще какую-нибудь звезда тара z так эти вот она перелетим к объекту здесь все то же самое смотрите это оранжевый яркий гигант ну давайте ускорим время будет ли какой-то взрыв всплеск выплеск простите удастся ли нам его увидеть собственно время от времени звезды выбрасывают коронарную свою массу даже в симуляторе space engine а события же добавили в этот симулятор кстати надо посмотреть может быть найти тайминг когда были самые массовые всплески коронарной массы плазмы выбросы в общем звезды солнца надо найти в событиях и посмотреть как это выглядело ладно я думаю что это будет уже в следующей серии видео ставь палец вверх подписка на канал и помните космос и вселенная бесконечна всем новых открытий ссылочки на мод в описании видео 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 видео